Культ поход 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 не связано напрямую там с выставкой то есть в конце именно такая проверка знаний идет до этого например там как например какое влияние шины было великую отечественную войну то есть пытаемся школьников чтобы они порассуждали например да какой она могла играть роль вроде бы нет ни напрямую но тем не менее транспорт был был весь ряд не напрямую самый разный вопрос у нас есть там общего не только транспорт но еще и как защита и как защита да в том числе поэтому арт обстрела от него ждем школьников и тем тем более еще там есть специальный профориентационный такой вот блок где мы рассказываем про профессии которые есть на шином заводе вот этот весь процесс технологии поэтому школьникам то есть наш завод еще и кадры готовит себе молодцы правильно андрей там возрастное ограничение от и выставки какой-то есть вот и есть если говорить о школьниках какого возраста уже ну я думаю что это будет интересно школьникам но начиная шестого класса шестого по 12 плюс 12 плюс примерно так да ну потому что календарь пирелли там в открытом виде не присутствует иначе было бы 16 плюс или 18 посмотрите фильм об истории завода тоже говорится в анонсе что за фильм где он как демонстрируется кем создавался но традиционно к юбилеем предприятия часто выпускают фильмы то есть это как-то подводит некоторый итог да помогает пересмотреть там какие-то моменты истории собрать заново то есть мы 75 лет из завода вместе с в гтрк сняли фильм по истории завода собственно говоря там хронологическая последовательность развития нашего завода до сегодняшнего момента из их архивов использовали но в том числе да то есть там богатейшие архивы и у нас надо сказать что музейный архив включает не только текстовый материал и фотографии но и видео причем видео плёночное которое мы потихоньку оцифровываем надеюсь успеем оцифровать раньше чем она развалится вот но тем не менее кадры там действительно достаточно редкий и интересно кадры это кто снимал просто рабочие заводы или была какая-то специальная служба вот было не знаю корпоративная как камера снимали для лекаря всегда была заводская газета которая всегда там работали фотографы уже молодой поколение уже забывает об ну как забывает прекрасная газета была одна из органов, насколько я помню была собственно да это было то время когда у завода у каждого была своя инфраструктура то есть не только производственный процесс да но и там дома значит жилые там садики школы и больницы ну в том числе значит там фотолаборатория безусловно съемки проводились как с какой-то художественность целью таки просто с целью хронометража тоже те же там рабочие профессии например и фотографировались иногда снималось новое оборудование ну и как художественные ролики какие-то также я думаю что это совместно было все-таки с гтрк чаще делалось но пленки у нас на хранении есть выставка уже практически 10 дней идет поделитесь пожалуйста что больше всего принимает привлекает внимание посетителей выставки этих же детей на что они повышенное внимание конечно это VR очки вот виртуальная реальность потому что действительно так является такой вот изюминкой экспозиции посмотреть виртуальной реальности как выглядит процесс заводской процесс изготовления шин ну и конечно по времени занимает где-то примерно 33-5 минут где-то 35 минут и ты вот этот полный цикл там видишь да то есть надеваешь очки и смотришь как это все происходит несколько ребят могут одновременно надевать да да два человека могут смотреть а два попарно ну конечно шины вот это можно посмотреть очень нравится школьникам в общем есть что посмотреть макет завода тоже впечатляет хорошо мы сейчас прервемся совершенно небольшая пауза у нас после чего продолжим розыгрыш наших призов напоминаем наш номер телефона 211-101 да у нас кое-какое пополнение есть в списке призов да да что-то убыло что-то прибыло до подсуетился мы вернемся будем задавать вопросы так что будьте готовы культ поход если у кого-то сейчас прямо созрело желание записаться на эту экскурсию андрей 323 322 да можно позвонить 32 323 323 322 вот можно позвонить музейный выставочный центр на спаской на спаской 15 и попасть уже на эту выставку о которой мы говорим мы будем говорить и дальше но мы помним о том что надо продолжать задавать вопросы играть с вами наши уважаемые слушатели напомним что у нас есть напомнить начну у нас есть билеты в драматический театр сегодня 16 ноября женитьба бальзаминова 18 00 ограничение 12 плюс на свадьбу приглашаем завтра 17 числа в пять часов вечера обед из трех блюд плюс салат со скандалом детективная комедия ограничение 16 плюс 23 ноября в 18 00 темная аллея бунина картина любви в двух действиях 16 плюс так у нас есть театр на спаской да раз уж мы про театр говорим 23 ноября в 6 часов вечера над кукушкиным гнездом вы можете попасть на эту постановку ограничение 16 плюс у нас есть кукольный театр до 18 ноября в воскресенье в 11 00 серая шейка с праздничным мероприятием вместе да мы в перерыве спасибо большое вятской филармонии договорились переговорили мы еще можем разыграть комплект билетов на концерт для рояля и актера диалоги данил спиваковский евгений борец 19 ноября в 6 часов вечера ограничение 12 плюс у нас по-прежнему есть книги от магазина читай город и встала чуть-чуть меньше да григорий служитель дней савелия необычно душевный пронзительный роман на любви к котах и людях 16 плюс а что у нас забрали у нас забрали как перестать бояться современное искусство забрали активно говорили современное искусство книга да ушла сразу юлия невидова секрет индийского медиума третья книжка из серии губернский детектив обывание иноземцев и так далее 16 плюс полина масса леггина могучий русский книга раскроет очередные лингвистические тайны проверит правильно ли вы говорите по-русски и проведет экспресс-курс грамотности вот я сам уже неправильно говорю по-русски 12 плюс так япония япония эпохи эда да у нас остается эта книжка книгу входит в серию гиды цивилизации рассказывает о политическом устройстве экономики письменности науки и так далее самого выдающегося периода страны восходящего солнца ограничение 12 плюс у нас есть пригласительная в галерею прогресса где заканчивается прекрасная выставка новый альянс ограничение 0 плюс на выставку айвазовский вы тоже можете пойти айвазовский на гребне волны областной краеведческий музей спаская 6 ограничение 0 плюс все рассказали как все смотри какая у нас сейчас гости наши расскажут о своей сувенирной продукции но я хочу просто про книжки мы рассказали еще раз напомнили и еще раз благодарим за предоставленные издания магазин читай город который находится на преображенской 65 или не на 103 а что вы принесли с собой уважаемые гости и как мы этим можем распорядиться я имею ввиду раздать нашим слушателям я думаю что они будут отвечать а гости будут решать кого в придачу что-то полет театр а в придачу получит например вот что такое красивое черное но это бейсболка отлично с логотипом пирелли вы знаете что на подиум формулы 1 тоже выходят в бейсболка с логотипами пирелли там единственное что еще лаврушки добавляются но здесь такой вариант бейсболки рабочий кроме того вот такая флешка тоже форма форме болида формулы 1 кружка с теми самыми шинами color edition о которых я говорил то есть изображение ну и собственно flicker как символ дорожной безопасности наша компания одной своих миссий в россии особенно считает дорожную безопасность в ночное темное время суток которое скоро у нас будет практически да уже да уже про уже он на один из него солнцестояние остается скоро уже наоборот прибывать будет собственно и две футболки размер обмена поддержать не будет поэтому кому какая достанет я думаю мы правильно ответившего на вопрос слушатели будем спрашивать что он хочет получить да либо кружку либо футболку либо кепку либо фликер я думаю что мы разберемся нет уже нет редакции на чтоб что-нибудь осталось не каждый раз представители пирелли проходит но сегодня мы билеты в милан разыгрываем на родину пирелли нет не разыгрываем хорошо гость уважаемый задавайте вопрос или я нашим слушателям да но давайте я задам такой вопрос я уже сегодня немножко упомянул об этом событии но в каком году шины пирелли оставили свой свет до след на вятской земле в 1888 году в 1907 году в 1945 году или в 2011 году вы оставили свой след на вятской земле что мы имеем ввиду подоставили след а вот давай не будем правильно проехали проехали по дорогам вятским 113 восьмерки 1907 1945 и 2011 вот четыре варианта ответа 200 да мы сколь упоминали мы говорили о нашем великом автомобиле красивым который стоит и вот как раз этим связано это событие есть у нас звонок да конечно будем принимать алё добрый день в эфире как вас зовут здравствуйте я конечно предполагаю наверно или 2011 или 1945 гораздо раньше это было вы использовали к сожалению валентина две попытки до следующего человека будет еще ждем звонков 211 101 давайте подскажем речь идет о знаменитом автомобильном пробеге маршрут которого пролегал как раз таки в то время через вятскую губернию да да все верно и даже книга значит путевых записок которые написал сопровождавший его журналист значит упоминает остановку на берегу вятки вблизи мы же на живописнейшем берегу реки вятки есть еще один желающий добрый день добрый день как вас зовут вениамин вениамин у вас есть два варианта выбирайте еще восемьсот восемьдесят восьмой тоже мимо но но потихоньку сида не так по отлично не забывай владимир мы всегда даем 2 я помню поэтому назовите следующую цифру и вы получите приз алё вениамин 07 07 07 я вас поздравляю 303 07 теперь вы правы до 1907 год селья значит добавьте несколько в 1907 году состоялась первое ралли такой протяженности на автомобилях его инициировала французская газета la matin которая сказала бросила вызов кто первым кто сможет проехать из пекина в париж на автомобиле получит приз на старт вышло четыре экипажа и под номером один шел автомобиль модели итала за рулем сидел богатейший на то время человек в италии князь цепи он баргеза его сопровождал журналист значит и автомобиль был оснащен шинами пирелли и он одержал победу это собственно была первая победа четырехколесных транспортных средств на шинах пирелли которые продолжаются и до сих пор то есть сейчас мы являемся эксклюзивным поставщиком шин для формулы 1 вот а ралли состоялся в 1907 году скажите пожалуйста неужели вы не знаете эту легендарную историю не знали до последней минуты где-то я слышал но не пол не в полном объеме и так не придавал значения в полном объеме это очень долго я бы даже с удовольствием здесь рассказал на сэфире очень увлекательно ладно так или иначе со второй попытки вам достается победам что вы хотите получить филармонию на 19 ноября филармонию даниил спивакова диалоги единый борец да ну а в придачу сувенир от кружку кружку мы вручаем специально эксклюзивная кружка вот есть выпущенная к 75-летию нашего предприятия отлично и кружка в придачу и кружка в придачу не кладите трубочку объяснят как получить билеты на в филармонию еще один вопрос еще один вопрос успеем задать до перерыва почему шина черного цвета первый вариант ответа подождите любая шина или шина пирельная любая шина можно было сказать почему шины пирель не вне зависимости от производителя первый вариант может не будем нет 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 давайте не будем варианты ответа давайте попробуем почему шины черного цвета слушай хороший вопрос вообще вот я сижу сейчас глубоко-глубоко думаю я не знаю на него ответов я видел шины всю свою жизнь да я никогда об этом не задумался почему не черная давайте без вариантов попробуем давайте пофилософствуем 211 101 действительно почему они не зеленые изначально или голубые или какие-то прозрачные те дали бы сейчас на прозрачных шинах было бы здорово я вот сейчас не нужно думать потому что вроде бы шина резина да это не обязательно черного цвета ведь резинка она вообще разноцветная кстати говоря на нашей выставке как раз представлены ингредиенты которые входят в состав шины и побывав на выставке ну вы будете знать почему она черная на самом деле греи не знаю сейчас может подскажу не подскажу но в основе лежат нефтепродукты нет отчасти Отчасти нефтепродукты Кстати, вот эти нефтепродукты, они как раз не черного цвета Опять же, если вы там посмотрите Эти синтетические каучуки, они совсем не черные Каучук, он вообще прозрачный сам по себе, естественно, натуральный Нет, натуральный, более темный А синтетически они могут быть вообще белыми, рыжими и так далее Давайте попробуем Хорошо, Илья, Анастасия, если наш сейчас слушатель, отвечая, будет как-то вилять Вы его поправляете, направляете В нужную сторону Не будем категорично уже отрезать, вы не правы и так далее Просто хочется разобраться, почему они действительно черные Алло, добрый день, вы в эфире, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Виктор Виктор, почему черные шины автомобильные? Потому что при производстве применяется сажа В точку Сажа? Правильный вариант Да А сажа это сгоревшее что? Сажа это технический углерод Получается на предприятиях как раз В основном это российского лужа, в России мы его берем Ну и, собственно, он необходим для того, чтобы придать резине нужные эксплуатационные свойства То есть резина, потому что резиновый опушевник и каучук А черная, потому что добавляется сажа, чтобы резина стала именно нужной твердости и износа стойкости Вы имеете отношение какое-то к производству автомобильной резины? Я когда-то учился по этой производству О, эту специальность как раз осваивали В нашем политехническом? Да Да, был такой Слушайте, я думаю, что вам будет интересно в том числе и на выставку попасть, да? Как-то освежить воспоминания Запоминайте, что выставка идет, посвященная 75-летию нашего завода На Спаска-15 Ну и, конечно же, предоставляем вам возможность выбрать сейчас приз, который вы хотите Что вы хотели? Да я не знаю, какие призы у вас А что вы там звоните, если не знаете, какие призы? Давайте мы вас Сидел, случайно пришел, телефон услышал Давайте мы вас редактим Понятно, мы сделаем как сначала Редакт от Кировского завода Пирелли объявит маленький сувенир Если человек изучал шинное производство, то есть практически наш коллега Мне для него вот нисколько флешки в форме болида Формулы 1 не жалко То есть человек знает технологию Значит, шины для болидов тоже делаются по этой же технологии Ну, собственно, в общем, поэтому мы дарим флешку Флешка у вас уже есть С индуктором вы поговорите и выберите себе подарок Не кладите, пожалуйста, трубку Мы вернемся к нашему разговору, к розыгрышу наших призов Уже после рекламы полторы минуты 211-101 номер нашего телефона Культ поход Продолжаем наш разговор У нас в гостях Андрей Беловусов Управляющий музейно-выставочным центром на Спаске Спаска-15 С нами Анастасия Тючкалова, специалист по связям с общественностью завода Пирели в Кирове И Илья Петухов Да, директор по связям с общественностью завода Пирели в Кирове Продолжаем наш разговор Нам нужно завершить круг вопросов 211-101 Николай сейчас, а потом я задам Да, но у меня сегодня вопросы из серии Я их называю все вопросы для блондинок Прошу прощения, если кто-то обидится Они очень простые, на самом деле Вопрос такой вот В честь какого животного названы Канарские острова? И три варианта ответа В честь Канарейки, в честь Кенгуру или в честь Тюлень? Канарские? Канарские острова В честь какого животного? Они на самом деле названы в честь животного Вопрос только так Это была Канарейка, Кенгуру или Тюлень? Кенгуру, Тюлень или Канарейка? Или Канарейка, да Желтенькая такая, да Привязать вопрос к нашей сегодняшней теме Туда на шинах сложно доехать Разве что доплыть Но на них можно доплыть Да, можно доплыть Я уточню вопрос поставок шин на Канарские острова Потому что на самом деле география поставок у нас большая Больше половины шин идет на экспорт То есть 47 стран, в том числе, скажем, та же Япония В которой сейчас поставляются шины именно кировского производства Под брендом Pirelli Так что любой вопрос про любую часть света Он связан с Pirelli Кстати, наверняка есть специальная маркировка Буквенно-цифровое какое-то сочетание По которому можно понять, где именно произведена шина Есть такое? Да, есть специальный код По которому можно понять, какой из заводов Во многих странах есть не один завод В России их два В Бразилии около пяти, по-моему Есть идентификатор, по которому можно понять, где она произведена Но, собственно, это ни на что не является стандартом Просто нет, если человек в теме Можно, да Он увидит, о, ничего себе Совсем недавно как раз звонил клиент Который вот хотел дознаться, что это у него за циферка на боковине Мне пришлось тоже погрузиться в тему И узнать, что циферка как раз и обозначала место производства Ага, понятно Ну что, поговорим еще раз о Канарских островах Добрый день Добрый день Как вас зовут? Меня зовут Надежда Надежда, в честь какого животного все-таки получили свое название Канарские острова? Ну, попытаюсь ответить В честь Канарейки Ну, это, конечно, неправильный ответ Неправильно? Да, конечно У вас есть вариант У вас осталось два животных Кенгуру и тюлень Вот в честь кого-то из них эти острова названы Ой, не слышу вас Осталось у вас два варианта Кенгуру либо тюлень В честь кого из них все-таки? Как вы считаете? Тюлень Вот это уже совершенно правильный ответ Потому что настоящее название первое Это инсукария Канария Что значит остров тюленей Вы совершенно правильно ответили Какой приз бы вы хотели получить? Наверное, в театр Театр есть Какой? Театр есть Театр есть Театр юного зрителя Пролетая из Дом кукушки Нет, драматический Драматический Сегодня, завтра Либо 23 ноября Какого 20? 3 ноября Темная аллея Бунина 23 ноября Давайте 23 ноября Вам есть 16 лет? У меня есть Есть 16 плюс ограничения Не кладите трубочку И сейчас еще нас Илья объявит Что же у вас еще С чем вас порадует Завод Пирелли Кировский? Ну, в общем, я не в курсе Погоды на Канарских островах Но я думаю, что бейсболка Так или иначе В дороге пригодится Сгодится в любом месте Так что, в общем У нас всегда все связано с Пирелли Еще прекрасная Красивейшая бейсболка От Пирелли тоже ваша Спасибо Отлично Не кладите трубку Нашему редактору передаем Ну и с меня вопросы еще поговорим Да? Что связано с нашим шинным заводом Я напоминаю, что сегодня Международный день Посвященный терпимости Международный день толерантности Вот мы в первом части Культпохода вспомнили Одну из поговорок Связанных с терпением Где упоминается слово терпение Или глагол терпеть Вот давайте продолжим Давайте продолжим Вот, например Час терпеть, век жить Чем больше терпения Ты вот сейчас все скажешь Не сказать ничего Нет, у меня с десяток штук Чем больше терпения Тем умнее человек На всякое хотение Имей терпение И много-много-много Вот что-нибудь Вспомните, пожалуйста Терпение и труд Все перепрут Это уже сказали Перепрут Перетрут Это мы вспоминали Эту поговорку в первом части Так что давайте Что-нибудь новенькое Я тоже могу добавить Давайте Терпи коза, катаманом будешь Еще в детском варианте Терпи коза, а то мамой будешь Терпи коза, а то мамой будешь Ну это есть такая книжечка Где всякие детские оговорки В том числе Вот тут так мальчик услышал Поговорку ему очень смешно показалось 211-1 ждем вашего ответа Пока ожидаем Давайте поговорим В продолжении Да, это сейчас Истории С автопробегом Про автомобиль-то Итала Который у нас Украшает сейчас этот уголок Как раз находится Да, ну собственно Как появился этот автомобиль Где-то в 2013-2014 году Когда по всему городу шла акция Подарок любимому городу И многие компании Устанавливали какие-то Небольшие скульптуры Мы тоже захотели В этом поучаствовать Ну собственно шина Сама по себе Как скульптура Она наверное неинтересна Да, это все-таки Какая-то часть автомобиля Автомобиль это нечто Более прекрасное Так, значит Тем более старинный автомобиль Да, значит Пришли к идее Старинного автомобиля Мы, собственно говоря Этот проект Разрабатывали вместе С известным кировским Архитектором Еленой Гуриной И изначально Как раз предложение Сделать автомобиль Исходило от нее Хотя мы в это время Активно хотели Какой-то мостик В виде шины сделать Скамеечку в виде шины И так далее Но Елена Геннадьевна Никак на это не соглашалась Говорит, давайте автомобиль И тут я вспомнил Исторический фильм Пирелли Где говорится О победе князя Сцепиона Боргеза На шинах Пирелли Но тогда я еще не знал Собственно говоря Все истории Я в нее погрузился И вот тут выяснилось Вот это интереснейшее Пересечение Истории России И Италии Истории компании Пирелли Вятской губернии Когда действительно Итальянская машина На шинах Пирелли Проехала по Вятской губернии Где теперь стоит Завод Пирелли Ну тут все сложилось И собственно Решили что проекту быть За дело взялись Слободские кузнецы Семьи Артель Гуриных Ну и собственно Изготовили этот автомобиль Ну работистый автомобильчик Для кузнецов работистый Конечно Действительно Когда смотришь Вот понимаешь Что такая все-таки Ручная ковка Когда любой шар Это не шар А продукта Множество ударов молотком То есть Заменить его Обычным полированным шаром Это будет совсем не то Машина живая Безусловно И мы видим Насколько она нравится Это видно Там постоянно Там водяки Ставят фотографируются Да Самых востребованных Да Флажок правда Уже успели погнуть Не знаю Хотя он тоже кованый Ну вот Сила вятских людей Это вот она где На одном из колес Вмятина видимо Это водительская традиция Попинать по шине Не знаю Чем они там В сейфи-тишу спинали Наверное Просто Вода камень точит Если попинать по шине То все Исправности сразу же Устранятся То есть Мы в этом году Планировали В принципе Его немножко подновить Ну наверное На следующий год Посмотрим как По состоянию То есть Как и любой автомобиль Современное транспортное средство Даже кованый автомобиль Должен проходить техосмотр Мы к этому призываем Всех водителей То есть Это регулярные техосмотры Вашего транспортного средства И контроль Износа И давление шин То есть Мы его на зиму Переобувать не будем Он никуда не едет Колеса заблокированы Хотя Можно разблокировать Он будет кататься Вот так вот Какие еще мероприятия Приурочены Возможно К 75-летию В такой круглой дате Ну В общем-то Мы Как и положено Наградили передовиков Производства Сняли юбилейный фильм Вот Ну Сейчас уже Ближе к новогодним мероприятиям Просто там Особие мероприятия будут Владимир У нас там слушатель Уже терпением Запасся ждет Когда что-то наконец Я же как-то уже запоминывал Что вопрос у нас еще есть Алло Добрый день Здравствуйте Здрасте Как вас зовут Меня зовут Сергей Ну давайте что-нибудь Верните Сергея Такое Со словом терпение Терпение Я вот терпел Терпел И стерпится Слюбиться Да Есть такое Да Стерпится Слюбиться А еще есть Вспомнил Я не знаю Пословица И повелок Бог терпел И нам велел Ну есть Такая присказ А по поводу Стерпится Слюбиться Вот прям Испытали на себе Смысл фразы Есть Некоторым Случаем Да Было такое Было такое Да Стерпится И все будет хорошо Отлично Что вы хотите Получить В качестве подарка Книги есть Есть Аж 4 Перечислить Нет Я Про русский язык Великий Есть Есть Очень хорошая Могучие русские Это Полина Масалыгина Новая книжка Авторы Великие русские Очень легко читается Великолепно написанная Веселая книжка Про всякие смешные слова Типа Фиги Персовый И Галиматья И прочие редкие слова В русском языке Очень интересно Что есть такие слова В русском языке Фиги Персовый Фиги Персовой чулочки Ах Да Со школой дискотеки Не помню Так хорошо Ограничение 12 плюс Да И от компании Беррелли Подожди От компании Беррелли Ну я думаю Такую замечательную Кружечку 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 Надо читать Для терпеливого человека С 75 лет Кружечкой Кружечка Тоже ваша Не клади трубочку Сколько будет продолжаться Выставка Пока мы планируем Ее до 7 января Мы посмотрим Да Ну и в целом Уже создав такую выставку Мы однозначно думаем Что убирать ее Всю за проходную Очень не хотелось бы Будем думать А где-то в городе Ее оставить Да Где-то в городе Будем искать варианты Или продолжим С выставочным центром Или еще какие-то Будем рассматривать Варианты Но хотелось бы Потому что На самом деле Я очень люблю Показывать наш заводской музей Но это достаточно сложно Организовывать всегда Потому что пропускной режим Все-таки предприятие А что из музея заводского Не разрешили вынести На общий обзор Ну единственное Чего я не стал брать Это кусок пресс-формы Потому что это Считается Ну супер секретной деталью Как бы при изготовлении Шины Присните гуманитарию Что такое пресс-форма Наполнится Ну тогда придется Все-таки прийти к сырой шине Да То что сначала Собирают из разных деталей Но изначально Это выглядит такая гладкая Такой гладкий бублик Да Затем его сжимает Как раз в форматоре-вулканизаторе Пресс-форма Подается давление пары Изнутри ее распирает диафрагма Ну и как раз Резина вулканизуется А шина приобретает Свою окончательную форму Так вот Чтобы она форму приобрела Это как раз пресс-форма На которой есть рисунок протектора Зимний, летний и так далее Вот Так вот Пресс-форма и Пирель Ну ни в коем случае Не должны покидать пределы предприятия Если она не нужна Ее там должны измолодить И уничтожить Как кстати Резину от шин Для формулы-1 Если она взрывается на трассе Там все куски Более-менее крупные Тоже убирают То есть Чтобы химический состав Не разведали В том числе Да Конкуренты Которые всюду и везде Так Один вопрос Мы наверное Еще успеем задать Кто возьмется за это дело У вас есть Вопросы? У нас то есть У меня Протерпение Еще много Давайте Илья Давайте по технологии Еще было интереснее Сходить на выставку Так вот Какая деталь шины Отвечает за контакт С дорогой? Каркас? Гермослой? Брейкер? Протектор? Или крыло? Ну не то что отвечает А прям вот Соприкасается Которая собственно Контачит Соприкасается Непосредственно И так у любой шины Не обязательно Автомобильной Мотоциклетной Велосипедной Да? Ну в общем да Вопрос Пожалуйста есть Водители должны быть Знать Есть минута Для того чтобы Еще дозвониться И мы сейчас Можем быстренько Пробежаться по тем призам Которые остались Вот например В драмтеатр Еще можно сходить Да? И женить бы Бельзовинова И обед из трех блюд Плюс салат со скандалом У нас еще есть Да у нас и Тюз По-моему еще остался Театр на Спасской Театр на Спасской На Кукушкине У меня снова Очень интересный Дом Так Галерея прогресса Да Выставка Ивазовского В выставочном зале Так по-моему И книжки Да Осталось еще целых Три книги Вот смотрите Призы-то в общем-то Еще есть Если мы ответим Сейчас правильно Про часть Шины Которая Непосредственно Соприкасается С поверхностью Дороги То сможете выбрать Алло Добрый день Вы в эфире Алло Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Меня зовут Михаил Ну давайте ответ Сразу Михаил Скорее всего Это протектор Абсолютно верно Протектор Михаил Вы сами за рулем? Бываю Бываете То есть Шины для вас Такой знакомый Видел Видел Отлично Андрей простите Но это ответ Характерный Больше для Автоугонщика Вы сами за рулем Бываю Но недолго Ладно Это шутка Что еще подарим Илья От завода Так Ну я думаю Что пришло время Подарить футболку Действительно Значит Если говорить о протекторе И том Почему я сказал Что отвечает За контакт с дорогой То вот представьте Машину На четырех шинах Да Пятно контакта шины С дорогой Оно не больше ладошки Так вот Можно сказать Что машина Стоит на земле Там На практически Четырех ладошках Наверное Поэтому Проктор действительно Отвечает за то Как машина Будет вести себя На дороге Так Ну еще Приз надо выбрать Успеть Да Потому что Футболка Футболка Слушатель-то ждет Когда мы позволим Выбрать приз Алло Там что-то Я слышал про выставку Об Азовского Да Есть такое Приложительное Выставку Об Азовского Это областной Кровеческий музей Спасская 6 Билеты ваши Не клади трубочку Редактор объяснит Завершен Всего доброго До свидания До свидания Культпоход